Потом я был по 13-м, потом у нас был 14-й маршрут. За свои 36 лет стажа работы Сергей Ворончихин возил пассажиров на разных троллейбусных маршрутах. Теперь он на линии под седьмым номером. За многие годы довелось пересаживаться с одного электротранспорта на другой, но этот новый считает наиболее удобным в управлении. Четыре печки в то время, когда я начинал работать. Печек не только в салоне, а даже в кабине-то более-то не было. А сейчас, конечно, если все работает, то очень приятно работать даже. Не бывало в одном троллейбусе и пяти видеокамер, рассказывает Сергей. Установлены они в целях безопасности. Две в кабине, две в салоне и одна в задней части транспорта. А еще в наличии кондиционер, мультимедийная система, телевизор, пандусы, автоинформатор и табло, меняющее цвет в зависимости от уличного освещения. Новые троллейбусы будут курсировать в Казани по старым маршрутам, по таким номерам, как 5 и 7. Надо заметить, это экологически чистый вид транспорта. И в отличие от автобусов, троллейбусы не загрязняют атмосферу. Они экономичнее в эксплуатации. Например, если сравнивать с трамваями, прокладка троллейбусных линий обходится значительно дешевле. Самое главное, тепло, уютно, ну и украшение города, это самое главное, я считаю. Оценил, насколько будет комфортно пассажирам сегодня и президент Атарстана Рустам Миниханов. После торжественного пуска на линию глава республики проехал в троллейбусе две остановки вместе с генеральным директором метроэлектротранса Асфаном Галявовым. Как это происходило, многие могли наблюдать в соцсети. Рустам Миниханов снимал презентацию электротранспорта на телефон. Необходимо поднимать культуру общественного транспорта. Сегодня частный транспорт, он, конечно, хороший, но выделенные полоса, хорошие, комфортные транспортные средства, как метро, как троллейбус, как автобус, они должны быть конкурентными. Запустили сегодня новые трамваи. Они появились на четвертом маршруте. Есть необходимость заменить еще 19 вагонов, заявил Асфан Галявов. В них есть в каждом трамвае, в троллейбусе есть Wi-Fi, есть USB, где можно подзарядить телефон. Всего в Казани пассажиров обслуживают более 200 троллейбусов. Из них самым популярным считается первый. Среди трамваев большим спросом пользуется трамвай пятого маршрута. Эльмир Гляхметов, Андрей Ключеников, Телеканал Эфир.